Тулиубай Сарбаев показывает папку. В ней история переписки между ним и АО «Акбулак». Но сколько бы ни обменивались письмами потребитель и поставщик, каждый остался при своем мнении. Сарбаев не намерен погашать долг перед монополистом в 14 тысяч тенге. По его мнению, сумму ему начислили ошибочно. В Акбулаке тем временем уверены в своей правоте. Все дело в неисправном счетчике, который потребитель должен был починить сам. Три года назад представитель Акбулака сам сорвал пломбу с измерительного прибора. Затем я отнес счетчик в одну из лицензионных фирм. Его проверили, потом установили. Сам представитель Акбулака опять приклеил пломбу. А через три года вдруг выяснилось, что счетчик неправильно работает. Но пломбу я не трогал. Выяснилось, что проверкой измерительных приборов в потреблении холодной воды в Актюбе занимается пять лицензионных фирм. Они не относятся как к Абулаку. Одна из них, как уверяет монополист, проверила счетчик Сарбаева. После чего он начал крутиться в обратном направлении. С ней, как советуют на предприятии, Сарбаев и должен выяснять отношения. Данный абонент произвел поверку в лицензионной компании, которая имеет лицензию на данный вид деятельности. После чего прибор учета у него был установлен в неправильном направлении. И за этот период он накрутил 137 кубов воды. В связи с чем мы произвели начисление за потребленную воду по фактическому потреблению, то есть по прибору учета. В настоящее время счетчик у него принят на коммерческий учет. Он установил его в нормальном правильном положении. И в данный момент производит начисление по нарастающим показаниям. Такие случаи, уверяет ВАО «Акбулак», случаются крайне редко. Здесь призывают население быть бдительными. Если при большом потреблении воды счетчик все же выдает меньший объем пользования, значит это уже подозрительно. В таком случае рекомендуют приглашать представителей «Акбулака». Акмар Алмайкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». Акбулакова, Сергей Калашников, программа «Факт».